Олег Геннадьевич, если я актриса в театре, и мужчины любуются мной со сцены, но внутренне я видна, рушит ли это отношение? И так как девушка актриса, она верна своему мужу, но она играет со сцены в театре. Мужчины любуются ей со сцены. Женщина же не может скрыть свою красоту, то есть она красивая, и есть два вида настроения, то есть одно настроение женщина пытается привлечь внимание мужчин с целью наслаждаться этим, и другое, она может, допустим, просто играть со сцены, делает это и чувство долга. То есть здесь нет никакой проблемы, здесь нет греха, если женщина актриса, и она играет со сцены, и ей любуются, или она, допустим, балетом занимается, или она поет, нет никаких проблем в этом. Это не является грехом и не рушит ее отношения с мужем. С мужем рушит отношения, если женщина целенаправленно показывает свою красоту другим мужчинам с целью наслаждаться жизнью, а не выполнять свои обязанности. Как будучи акрисой соблюдать все аскезы? Начинается от соблюдения режима и заканчивается тем, что большая часть своей жизни – это театр. Я не вижу проблем никаких в том, что большая часть жизни театр, потому что аскезы для женщины – это дарить людям любовь, счастье, это ее аскезы, заботиться обо всех. И такие специальности, как любые творческие специальности, связанные с музыкой, поэзией, женские специалисты, не являются чем-то плохим. Это аскеза для женщины – дарить людям счастье. Поэтому в этом нет никаких проблем. Это долг женщины – дарить людям счастье, тепло, заботу. Поэтому все нормально здесь, я не нашел каких-то проблем. Как вести себя правильно, как быть правильной женщиной? Мне один раз была замужем, прожили 12 лет очень… Не понял, что здесь написано. Очень за… Короче, муж спился, похоже. Очень… Вот, одна прожила 4 года, вышла замуж… Зам… вышла… Замужем был гражданский брак, через 4 года повенчались. Бросил муж, не хочет идти, отказался. Не хочет идти, отказался. Я хочу очень во всем разобраться. Это обычная судьба, то есть нет ничего особенного. То есть… Надо понять просто, что люди живут в разных слоях жизни. И эти слои не связаны с финансами, это связано с нравственным состоянием человека. В целом, древнее знание объясняет, что есть три слоя жизни. Есть невежественная жизнь, есть страстная, есть благостная. Да, люди живут с целью заработать деньги, купить квартиру, обустроиться как-то в этой жизни. То есть главная цель жизни – это какая-то внешняя деятельность направленная. Это у вас такая вода странная. Она больше похожа на водку. Лист. Ну ничего, я думаю, что… Мне поверить, что это вода просто. Бутылочка. Итак, три слоя жизни связаны с силами, которые существуют в этом мире. Ведоописывают три вида сил, которые влияют на сознание людей. И дальше, если человек имеет, допустим, эти виды жизни формируются целью, высшей целью жизни. Если высшая цель жизни – это мое личное счастье, то обычно человек ее добивается с помощью достижений в этом мире каких-то. Это достижения, связанные с властью, с деньгами, популярностью и так далее. То есть все эти достижения заставляют человека много трудиться, учиться, чтобы достичь успешной жизни. То есть ему кажется, что в этом счастье заключается человеку. В результате такой же… Это жизнь страсти называется. Если человек ставит жизнь целью… Вообще цель его настолько эгоистична, что он не считается интересами других людей, то такой человек попадает в общество преступного мира, различные денежные мухинации, черный бизнес и так далее. Такая жизнь называется невежественной жизнью. Есть те люди, которые ставят целью развития себя как личности, отношений близких, глубоких с друг с другом, формирование большой семьи и маленькой семьи. То есть маленькая семья – это семья большая, это, допустим, какая-то культура религиозная, в которой человек находится. То такая жизнь называется благостной. Дело в том, что если люди живут в страсти, то у них нет возможности внутренней глубоко строить отношения. По многим причинам. Первая причина – люди в страсти, так как они не работают над собой, им очень тяжело строить отношения, потому что мужчине и женщине в целом сначала легко друг с другом, а потом становится тяжело, потому что сначала люди наслаждаются друг другом, потом начинают испытывать трудности в отношениях. Люди в страсти обычно не пытаются изменить себя внутри, они пытаются изменить, куда направлена их психика, то они и меняют. Допустим, если их психика направлена на развитие внешнее, то они и меняют других людей. Поэтому люди в страсти в основном пытаются выяснять отношения таким образом. Если ты мне не сделаешь то-то, то я тебе не сделаю то-то. Ну то есть идет торговля такая, кто кого переторгует. И обычно это заканчивается разводом. То есть сама по себе вот жизнь направленная на удовлетворение внешних интересов, то есть работа, семья, попытка устроиться, обустроиться, комфортно жить. Человек должен для этого много трудиться, он должен очень много сил отдавать на поддержание жизни. Естественно, силы не вкладываются ни в работу над собой, ни в отношения. В результате обычно семья распадается. То есть по статистике 80% браков распадаются сейчас в нашей стране. Причина – это неправильный образ жизни. Я как врач, который занимается общественным здоровьем, могу смело это заявлять, что причина разводов таких – это неправильное понимание цели жизни. Потому что раньше люди не разводились так сильно, как у нас сейчас это происходит. Я уверен, что в России, допустим, даже до революционной, максимум до 5% был развод. Может быть, даже гораздо меньше, чем эта цифра даже. То есть люди жили в основном мирно. То есть они, может быть, не совсем мирно, но по крайней мере вместе. Сейчас ситуация совсем другая. Так как у нас нет культуры правильных отношений, у нас нет понимания, что такое семья глубокого, и не понимания также, что такое счастье. Потому что сейчас средства массовой информации очень сильно внедряют в наши умы, что именно секс является основной темой отношений между мужчиной и женщиной. И является главной темой, что именно секс – это отношения. Все остальное – это не отношения. Именно секс – это главное, и это отношения. Все остальное не имеет значения. Так сейчас все фильмы, там большинство фильмов показывают нам вот эту тему. И даже сама идея верности, она стоит на втором месте. На первом месте стоит идея влюбленности. Сейчас во многих фильмах, допустим, взять фильм «Наш любимый ирония судьбы» или «С легким паром». Смотрите, интересная тема. То есть влюбленность стоит выше, чем отношения. То есть две семьи хотели уже пожениться. Но так как одного занесло в результате пьянки в другой город, он по дуре попал в чужую квартиру. И в результате он отбил невесту у хорошего человека. И его невеста тоже осталась без мужа фактически. И мы с удовольствием это все смотрим, нам это нравится, потому что там есть влюбленность, там есть чувства. Вот. А верность в данном случае стоит на втором месте, видите. И многие люди даже сейчас со мной поспорят, они скажут, но они же любили друг друга. Почему вы против этого? Но если ваш муж, допустим, влюбится в какую-то женщину, которая просто отшибет его в вашей семье, и я тогда вам скажу в аргумент то же самое, скажу, но они же любят друг друга, в чем проблема? Видите, то есть влюбленность мы ставим выше, и причина заключается в том, что мы не знаем, что такое любовь. Любовь, она, это не влюбленность, это совсем другое понятие, которое надо изучать серьезно. Мы сегодня, думаю, на лекции об этом поговорим. То есть влюбленность это не то, что является очень важным и ценным в жизни по факту. Это просто то, что может создать семью. А если семья уже есть, то влюбленность не нужна другая еще какая-то. Она только мешает уже жить дальше и разрушает фактически нашу жизнь. Поэтому ответ на ваш вопрос такой, если вы не понимаете, что делать, вы должны понять, что пока вы не будете работать над собой и не поменяете цели своей жизни, вы не сами не сможете создать хорошую семью, не сможете встретить человека также, который будет с вами вот в этом солидарен. Потому что люди в невежестве встречаются в кабаках, на дискотеках, люди в страсти встречаются в ресторанах и на работе, а люди в благости встречаются в храмах и на всяких духовных фестивалях и так далее, в праздниках. Понимаете, да, разницу? Если вы встречаете человека в храме, это уже больше гарантий, что он вас не бросит, чем если вы встречаете его в кабаке. Понимаете, человек же в кабак идет не для того, чтобы жениться, а для того, чтобы просто сексом позаниматься и бросить человека и все. Зачем ему туда ходить или женить бы? Понимаете, есть разные интересы у людей. И если вы, ну, сами не развиты как личности, идете туда, где интересы ниже по уровню, то, соответственно, вы там и встретите такого человека. Вот у нас, допустим, есть татва, которая организует эти лекции, центр духовного и физического развития. Вот надо там встречаться, в таких вот центрах. Там есть всякие мероприятия, к которым можно приходить и искать себе хорошего человека. Алкоголик туда не придет. Вот такой ответ. Ну и так далее. Есть много разных таких мест, где люди могут встретиться. Как научиться любить всех людей и искренне всем желать счастья? Хороший вопрос. Понимаете, в основном людям кажется, что они и так уже всех любят. Это их никто не любит. А они вот сейчас любого спросили. А я всех люблю, скажут. Это меня никто не любит. А я так всех люблю. Понимаете? То есть само понятие любить людей – это сложное понятие. Потому что любовь, по факту, это подвиг, это не наслаждение. Некоторые думают, что любить означает всем улыбаться, всем вот дарить внимание постоянно. И это значит любить. И так часто в западных культурах и делают. Люди ходят, просто всем улыбаются, со всеми обнимаются, целуются. И типа вот это и есть любовь. Но на самом деле любовь – это совсем другое. Любовь – это дарение. Дарение своего сердца. И если у вас сердце не готово к труду над собой, оно не трудится над собой, то ваша любовь будет зависеть от вашего настроения. Сегодня у вас хорошее настроение – всем улыбайтесь. Завтра плохое, и вы никому не улыбаетесь. И никакой любви в этом по факту нет. Это просто игра в любовь. Люди в страсти играют во все. Они делают красивый вид. Они делают из себя очень деликатных, воспитанных людей. Это все просто игра. Люди в невежестве ни во что не играют. Они просто на понтах ходят. Как помните этот волк «Ну погоди», да? Он такой шел там. Пам-пам-пам-пара-пара-пара-пара. Банку смотрит. Милиция проехала. Раз – его за шкиркой. Ну то есть люди в невежестве ни во что не играют. Они просто так живут. Им все по барабану. Они себя ничего не кортят. Люди в страсти всегда играются. То есть им надо высокое положение в обществе. Им нужно как-то себя показать. Вот поэтому они себя что-то строят постоянно. Они играют какие-то роли. И также они играют какие-то роли друг перед другом в личной жизни. Это все сплошная игра. Почему? Потому что люди в страсти они боятся друг друга. В тайне в сердце люди в страсти боятся друг друга. Потому что так как они не работают над собой, они внешне выглядят хорошо, а внутри у всех в сердце много всего интересного. И когда люди в страсти начинают жить вместе, это все вскрывается потом. И поэтому по факту им очень трудно близкие отношения друг с другом строить. Чаще всего они создают гражданские браки. Почему? Потому что в таком браке ты не сильно как бы зависишь от близкого человека. В любой момент можно расстаться. Вроде бы как бы мы и… Что это такое гражданский брак? Ну мы типа живем вместе, но не муж и жена. Это означает, что мы особо и не живем вместе. Так, мы тусуемся просто, надоест, разбежимся. И все. Вот это вот гражданский брак. Конечно, если я вот это сейчас сказал, люди в гражданском браке со мной не согласятся. Они скажут, нет, у нас все честно. Ну хорошо, если честно, идите и распишитесь. Если не хотите расписываться, значит нечестно. Значит, это не настоящие отношения. И причина таких не настоящих отношений – то, что в страсти, когда человек живет, вот это есть три среды, да, мы говорили, и вежество, страсть и благость. Когда человек в страсти живет, он не может эти отношения близкие строить, потому что для этих отношений близких нужно работать над собой. Работа над собой – это боль сначала, это тяжело. Понимаете? Это тяжело. Поэтому, если вы говорите, я хочу научиться любить всех людей, знайте, что это тяжело, это боль. Это не то, что ты наслаждаешься всеми людьми. Нет. Все люди так же, как и ты в сердце своем, имеют много недостатков. Если ты хочешь любить людей, значит, надо сначала эти недостатки переварить своей внутренней силой, а потом уже подарить им счастье. Как говорится, вынь золото из грязи, да помой. Ну, то есть, каждый человек – это золото, мы души в сердце, но надо сначала переварить недостатки человека, прежде чем докопаться в душе. Для этого нужна внутренняя сила человеку, сила нужна. Если силы нет, значит, нет возможности близкие отношения строить. Поэтому никакой любви ко всем людям речи быть не может. По факту, этот вопрос был задан преждевременно. Как научиться любить всех людей? Вам надо сначала идти поэтапно. Первое. Надо научиться верить старшим. Это первый этап любви. Второе. Научиться работать над собой. Потому что, когда ты будешь верить старшим, тогда у тебя силы появятся работать над собой. Научиться работать над собой и просто стать честным человеком. До любви еще далеко. Дальше. Следующий этап. Научиться любить своих близких. Это очень трудно. Потому что часто люди собираются на какие-то клубы. Они там общаются. Очень возвышенные речи. Потом приходят домой и варежку раскрывают на своих родственников. Это просто лицемерие все. Вот. И научиться любить людей – это уже дальше. То есть сначала получить возможность старших слушать, иметь в жизни старших наставников. Потом дальше работать над собой. Дальше воспитывать себя в отношениях, в семье. И дальше только уже распространять свою силу любви на всех остальных людей. Это длинный путь. Длинный путь. Если вы говорите, как научиться, надо трудиться. Это слово «учиться» здесь правильное. Но «учиться» в данном случае означает не изучать. «Учиться» означает трудиться. Вот, допустим, вы, если мою лекцию послушаете, то вы не сможете научиться любить. Для этого нужно после лекции завтра утром садиться, читать настрой, молитву каждое утро. Каждое утро свое сердце тренировать в отношениях сначала со старшими, с духовно сильными людьми. А потом уже в отношениях со всеми остальными будет проверяться ваша сила. Ваша, как бы… Вот. Наша бутылка. Я уже к пластиковым привык. Лучше меня простить. А то подумают, что это… Я тоже чуть-чуть выпиваю на лес. Редко воду в таких бутылках встретишь. Ладно, спасибо вам за вопросы. Мне 25 лет, но чувствую себя настоящей старухой. Мне окружается очень много хороших людей, но в душе у меня полнейшее одиночество и пустота. Все удивляются, почему такая девушка до сих пор одна. Это еще больше угнетает. Пытаюсь молиться Богу, но отчаяние и мысли, что останусь одна, побеждают. Подскажите, что мне делать? Спасибо вам за этот вопрос. Честно. Ну, знаете, как бы… Вот если честно, многие женщины, они могут признаться себе в этом. То, что она написала вот эта девушка. Потому что мы все одинокие здесь, в этом мире. Не то, что женщины и мужчины. Мы все одинокие, если сильно задуматься в своем сердце. Потому что одиночество от чего возникает? Оно возникает от эгоизма. Почему я одинок? Потому что я не хочу себя отдать никому. Вот если бы я захотел себя кому-то отдать, пожертвовал бы собой в своей жизни. Разве я был бы одинок? Достаточно просто кошечек сокормить на улице и уже не одинок. Уже есть кто-то, кто тебя любит. Достаточно просто… Я разок по улице иду. Куда-то торопился. Выключаем все мобильные телефоны. Предупреждение, видите, пришло. Разок по улице иду. Куда-то торопился. И… Ну, уже забыл, куда торопился. Вот этот эпизод я вспомнил. Бабушка стояла с клюшечкой такая. И огромное шоссе просто. Машин немеренно. Москва. Там, по-моему, этот… По-моему, вот это кольцо. Первое кольцо. И я смотрю, на ней шансов нет вообще перейти через дорогу. И она с клюшечкой, видно, слеповатая уже. Мало чего видит. Я говорю, бабушка, вы чего хотите перейти через дорогу-то? Может, я вам помогу? Она говорит, хлебушка хочу, сынок. Кушать хочется. А там хлебный магазин через дорогу. Я смотрю. И как раз светофор поменялся. Говорю, бабушка, вы стойте здесь. Я сейчас бегаю и куплю вам хлебушка. Ну, думаю, как бы надо купить хлеб получше, чтоб не резала. Она же слепая. И купил ей кусочками хлеба. Когда я ей дал, она такая его щупает. Щупает. Говорит, сынок, а что это? Что это такое? Как-то… Ну… Я говорю, да он порезанный просто хлебушек. Бабушка говорит, так он быстро высохнет. Ей видно надолго. Вот. То есть, идея в чем заключается? В том, что вот просто бабушке хлебушек купил. Может быть, не тот. Но уже жизнь прожита не зря. Уже что-то такое сделал. Но для этого надо было бы напрячься. Ведь я куда-то спешил. Понимаете? А мне надо было остановить себя. Заставить себя спросить ее. А вдруг она бы меня покрыла матом в этот момент. Такое тоже бывает иногда. У меня был еще такой случай тоже на этой же улице. Я тоже куда-то спешил. Наверное, на работу. И мне подарили на лекции шоколадку. Хорошую, большую шоколадку. Такую красивую. А я шоколад не ем. И… Ну, обычно я даю кому-то нищим жертву этот шоколад. Ну, кто-то же ест. Кому-то эта пища важна. Может, это единственная шоколадка в жизни будет. И одна женщина стояла, попросила милостыню. И видно, у нее был перерыв. Она уже такая была несчастная и замученная. А она немножко выпила с этой милостыней и материлась стояла на всю дорогу. Ну, видно, что она просила милостыню. А теперь уже как бы не перерыв на обед. И она что-то там ела и материлась. И больше никаких нищих не было. И я думаю, надо подойти ей пожертвовать шоколадку. И я подошел к ней и сказал ей, это вам. И протянул ей эту шоколадку. И она сразу при мне начала судорожно распечатывать. Думала, что там взрывчатка или я не знаю что. Что может быть это не шоколадка, а это обман. Когда она увидела, что это шоколад, качественный хороший шоколад, она взяла, попробовала его. И когда она попробовала, у нее челюсть отвисла. И у нее руки затряслись. Вот так она смотрит на меня. И у нее слезы пошли из глаз. То есть она реально почувствовала вот эту любовь, когда заботу. Человек беспризорный, уличный, несчастный и матершинный поменял свое восприятие мира. Это было для меня очень откровение и серьезно. Я почувствовал, что все люди, они настоящие. Им не хватает настоящего просто в жизни. Поэтому одиночество, и у меня не было одиноко вот рядом с этой женщиной, такой непонятной. Я чувствовал сердце человека. Понимаете, одиночество означает эгоизм. Если вы говорите, я одинокая женщина, это значит, вы эгоистичная женщина. Постоянно думаете о своем одиночестве, о себе. Вам не хочется отдать себя кому-то. Потому что женщина, которая думает о других, заботится постоянно. Во-первых, она в этом состоянии уже не одинока. Во-вторых, она сразу же меняется в лице. Женщина начинает заботиться, она хорошеет сразу. В этой связи у меня есть интересный опыт, я сейчас изучаю эту тему. Оказывается, есть очень хороший способ победить бесплодие. Такой редкий и хороший способ. Это взять ребенка на воспитание, маленького ребеночка взять. Когда женщина берет одинокое на воспитание ребенка маленького, вроде бы она и так одинокая, себя бы прокормить. Она берет маленького ребенка на воспитание, и она сразу хорошеет. Она становится красивой, во-первых. А во-вторых, у нее начинают работать гормональные функции сразу. Представляете? Это удивительно. Она женщина бесплодная, у нее нет детей. Она одинока. Берет на воспитание маленького ребенка, она хорошеет внешне. У нее начинают работать гормональные функции. Так как она хорошеет, ее сразу начинают интересоваться ей. Она выходит замуж и рожает еще двоих. Это то, что вот я видел такой случай. Это означает, что сердце правильно заточено и правильно дает результат. Вот и все. Поэтому, если вы спрашиваете меня, что делать с одиночеством, то ничего не надо с ним делать. Надо понимать, чем больше человек думает о себе, тем больше он несчастен. есть такая притча. Один ученик подошел к учителю и говорит, мой учитель, я такой падший, я такой греховный, я самый падший на свете. И тот смотрит на него, учитель говорит, слушай, говорит, ты не самый падший, ты просто падший и все. Ну то есть мы все вот в этой своей глупости, мы очень исключительные. Я самая одинокая, вот. Не самая одинокая, просто немножко эгоистичная. Надо брать и служить другим, заботиться о других. В этой заботе ты почувствуешь жизнь. Эта жизнь даст твоей женской природе развитие, активность. То есть она начнет с женской природы твоей работать. Румянец появится на лице. Румянец привлечет какого-нибудь одинокого тоже в депрессии мужчину, который почувствует, что как раз вот ты можешь ему помочь в этом вопросе. И так у вас будет постепенно налаживаться жизнь. О, это уже целый доклад. Начала молиться около трех месяцев назад. Начал молиться в трех месяцев. Нашел себе духовного наставника. И молюсь через его фотографию вместе с ним, представляя в его лице Отца нашего Бога. Очень интересно. Благодарю старца в начале и в конце каждой молитвы за его помощь в моем служении Отцу нашему Богу. Но по воле обстоятельств пока не могу лично встретиться с ним, попросить его благословения и согласиться служить ему. За эти месяцы почувствовал, что Отец наш Бог слышит меня и мою жизнь. Стало меняться в лучшую сторону. Во время молитвы повторяю по три раза каждой фразой и предложения, положения, произнося в начале каждый раз одно из имен нашего Отца Бога, Иисус Христос и так далее. Молюсь каждое утро и вечер пока по полчаса, за что очень стыдно, но пока больше не получается. Иногда ранее и особенно в последние несколько недель во время молитвы появились боли и слабость в мышцах. Такая, что иногда валит с ног. Если сижу на стуле, то чуть не падаю с него. Сознание начинает постоянно мутнеть и отвлекаться от молитвы, забывая, что нужно говорить, долго вспоминает. Объясните мне, что происходит. Может, делаю что-то не так? Спасибо вам за удивительное письмо. Скорее всего, происходит вот что. Наверное, вы просто не так концентрируетесь, потому что вы почувствовали необычные эмоции, когда человек начинает настраиваться на высокое. Понимаете? Все люди очень примитивно живут. Работа, дом и все прочее. Понимаете? Ругань. И они думают, что в этой жизни они какое-то счастье где-то найдут. Это невозможно. Счастье находится в такой жизни, которую человек сейчас описал. Я когда начал такой жизнью жить 20 лет назад, я просто был удивлен, что такое вообще бывает. Вот это вот, ну, падаю с ног, там, это все возникает из-за неправильной концентрации. Понимаете, когда человек почувствовал вот этот нектар, нектар отношений, возвышенных отношений, отношений с Богом, он начинает немножко дуреть от этого. Это первая вот такая стадия, что хочется еще больше всего этого, и человек просто как безумец начинает напрягаться очень сильно внутри. В это время надо себя притормаживать, надо успокаивать себя, потому что вот это чувство любви, оно сердцу до этого было незнакомо. Когда человек реально способен был взять фотографию какого-то старца, там, святого человека, и начать эту практику хоть по полчаса в день, это здорово. Здесь не хватает не времени, а знания, потому что время всегда есть. Мы смотрим футбол, хоккей, там, всякую ерунду, тратим много времени на пустую болтовню. Если бы у нас просто было сильное желание вот таких внутренних отношений, время бы нашлось на молитву, нашлось бы. Но в него не находится, потому что другие ценности. Я могу привести такой пример. Давайте проведем статистику. Вот если вы влюбились очень сильно, вы не женаты, не замужи, влюбились, хотите взять жены, эту девушку, сильно влюбились. Но вы заняты весь день, и вот сегодня можно встретиться. Вы найдете время на встречу или нет? Кто не найдет, поднимите руку. Обычно одну руку кто-то, один человек поднимает, но здесь никто не поднял. Значит, все здравомыслящие, нормальные люди. Видите, если вы на свидание найдете время, почему бы не найти время на свидание со святым человеком раз в день? Это более важно, чем встретить свою девушку. Потому что в ведах говорится, что если человек нашел себе наставника, то отношения с Богом будут продолжаться из жизни в жизнь у него, в его сердце. Это на долгое вложение, на долгие жизни, а не просто на несколько лет совместной жизни, как сейчас бывает. Понимаете? Так почему бы не найти полчаса времени отношения вот этой любви с чем-то высшим построить? Близкие отношения к любви. Здесь не проблема ведь во времени. Проблема только в одном. В том, что мы не понимаем, зачем это надо и все. У нас нет необходимости. Вот в чем проблема. Встретиться с любимой есть необходимость. А со святым человеком нет необходимости. Поэтому мы не хотим этим заниматься. У нас нет понимания, нет знаний, зачем это надо вообще. Мы не видим, как меняется жизнь. Я не понаслышке изучаю эти вопросы, потому что я уже 20 лет изучаю психику человека. Это на санскрите называется немножко по-другому. Это называется тонкое тело или линго-шариром. То есть это тонкое тело, психическое тело человека я изучаю. Это я делаю не понаслышке. Вот я сейчас ехал в машине и у меня пациенты записываются на лечение. Я должен по фотографии сначала протестировать их, определить их тонкую конституцию, потом данные выслать и потом по этим данным там ребята в клинике начинают делать нужные приготовления для того, чтобы помочь человеку. То есть это для меня не является чем-то мистическим, необычным. Это обычная нормальная для меня жизнь. И я вам как свидетель говорю, что когда человек молится, то хочет он этого или нет, видит он этого или нет, то во время молитвы он думает о святом человеке, но в это время у него меняется отношение со всеми, с кем он связан в своем сердце. Меняется не только отношение, меняется здоровье тех людей, с которым он связан. Он начинает также влиять на тех, от кого он зависит, допустим. Его могут уволить с работы. Он влияет на этого человека, тоже смягчает отношение к себе. Поэтому слово удача, удача в жизни, означает именно это, насколько человек позитивно настроен. Бывают люди, они молились много в прошлой жизни, и у них сердце очень сильно заточено думать хорошо о людях. И такие люди, они удачливые по своей природе, потому что они очищают отношения постоянно, каждую секунду своим настроем. Они верят в чистоту человеческую. Есть люди неудачливые, которые наоборот не верят в чистоту человеческую. Они всегда во всем, во всех ищут что-то плохое, сомневаются. Вот, а сейчас, если сильно внимательно на меня посмотреть, то можно что-то найти плохое во мне. Вот, а можно даже не сильно напрягаться. Я в Екатеринбурге, когда приехал, из вокзала выходил, у меня было два чемодана, вот, и застрял немножко в дверей стеклянной. И сзади мужчина, он мне много чего про меня рассказал, причем красочно. Просто я немножко перегородил дорогу, и про лысину, и про нос, там, и... Ну, много интересного я узнал, причем в стихах таких поэтичных про себя. Мне пришлось быстрее пройти, потому что стихи мне показались, что они уже, как бы, такие, сильно красноречивые. Видите, то есть видеть в человеке можно разные вещи. И все зависит от того, как заточено наше мышление, на что. Вот мне делают замечание во время лекции. Не надо говорить плохо о своих близких. Спасибо вам за ваше замечание, я приму это обязательно. Я не считаю, что мои близкие плохие люди. Я молюсь о них каждый день. Если вы заметили, что я плохо о них на прошлой лекции сказал, то я извиняюсь. Я говорил это не к тому, чтобы их в чем-то обвинить, а говорил о той культуре, в которой мы живем. То есть я говорил о фактах. Не плохо о своих близких, я говорил о фактах. Если я говорю, что мою бабушку убил алкоголь, то что я плохого так про нее сказал? Это правда просто и все. Но тем не менее, я согласен с вами, что, наверное, что-то я не так сделал. Я буду думать об этом. Изучаю.